Ваше внимание представляется рассказ с первой экспедиции, которые проходили в семнадцатом году. Начну с экспедиции, которая проходила зимой. Началась она в самом конце декабря, где-то за два-три дня до Нового года, и закончилась 13 января. То есть у нас все каникулы и еще недельку захватили. Место проведения экспедиции в рочище Сары-Талы, называется Кабардино-Балкария, рядом с Нальчиком находится массив. Участники этой экспедиции. Экспедиция была организована спелеоклубом Перова. Вот это Григорий – это руководитель данной экспедиции. В основном здесь все спелеологи именно с этого Перова-Спелева. Это вот первая смена. Ну, это было как бы две смены. Первая была где-то с числа до 7-8 января, как раз до окончания праздников. А потом приехали еще люди, которые на неделю еще тоже продолжили. И кто-то оставал, ну, был на две недели. Ну, это вот штаб-квартиры Перова-Спелева. Здесь вот все снаряжение собирали, подготовили кучу веревок, трансы с веревками. Всякое снаряжение, упакованное в ящики, автоматические емкости, газ. Так, это вот уже фотография второй смены. То есть те люди, что были на первой фотографии, уехали, а приехали люди. Ну, поменяется немного. Приехали люди из Крыма еще. Ну, это вот уже, так сказать, в пещере. Мы там, вначале, начали обследовать там пещеру Суакан, называется. Вот рабочие такие фотографии. Ну, помимо обследования уже известных пещер, были же поисковые экспедиции. Вот мы заходили по поверхности и примечали, где какие вот провалы имеются. Ну, здесь на фотографии виден очень хороший провал. Вот. Ну, в него лазили, он, правда, очень там быстро затыкался. Ну, если там что-то будет начать разгребать, то я думаю, что данная пещера будет иметь и продолжение. У меня тут, правда, немножко так фотография в разных наборе смотрю. Ну, ничего. Ну, это вот, значит, высота где-то порядка одного километра от уровня моря. Вот. И туда идет горная дорога. Вот. И туда основная группа приехала вот на ЗИУ-СУ-31. Вот этот процесс. Мы уже приехали. Мы там сняли комнату в Коши. Ну, с пастухами. Там печкой отапливаем. То есть помещение отапливаемое. Потому что хоть так же и юг, Кавказ, но, тем не менее, в горах, но там все-таки температура отрицательная и не носовая. Поэтому холодно. Вот идет процесс разгрузки. Вот. Это вот сушатся комбинезоны. Вот. А так вот выглядит изнутри эта комната. В общем, там сделали нары, эти двухэтажные. И вот народ, так сказать, штабелями расположился. Там человек, наверное, тридцать было единовременно в размещении. Ну, это в первый день. Потом, значит, организуются подземные базовые лагеря. И часть народа уже в них ночует. Ну, вот располагались люди. Это руководитель экспедиции. Ну, это вот очередная группа в сборе собирается выходить на исследование пещеры. Перед тем, как уйти, все группы записываются в журналы. Когда экспедиция заканчивается, каждая группа себя выписывает из журнала. Ну, все в порядке. Если кто-то не придет до контрольного срока, ну, начинается с пост работы. Ну, у нас сейчас ничего такого не было. Все было благополучно. Ну, это вот батарейки к перфораторам. Вот основная задача при обнаружении пещеры – это топосъемка. Ну, это вот топосъемка массива. Ну, рельеф местности, где какие пещеры. Это вот спуск в пещеру главной коллеги. Чтобы в нее спуститься, надо вот… Значит, сначала там наклонные трассы идут, ну, метров 100-150. Потом вот в районе 50 метров надо вот вертикально вниз спуститься в ущелье. Это вот Самохин с крылью человека. Вот так вот выглядит спуск. Человек уже внизу. Самый главный калибр является притоком реки Нальтик. Из этой пещеры вытекает вот сначала реки Нальтик. Вот внизу видно, что вот эта река дается вытечет по ущельям. Ну, это вот вид. Так сказать, во время спуска можно наблюдать такой вот, так сказать, застывший водопад, замерзший. А это уже вид из пещеры. То есть вход в пещеру находится как бы где-то в середине, на отверстной стене. То есть вниз 50 метров и вверх 50 метров. Вот люди спускаются сверху вниз. И там есть такое окошко, и через это окошко попадают в пещеру. Это вот вид на ущелье. Это вид из пещеры. Вот видно, что вода вытекает из пещеры в виде водопада, и дальше уже по ущелью течет Нальчик. Это вот группа крымчан. Это где-то при входовой части. Дальше видим, что тут все обвольнено. Все они под низом имеются гидрокостюмы. Сверху спириокостюмы, так как гидрокостюм довольно непрочный, может порваться, поэтому сверху озевают обычные спирологические костюмы, чтобы предохранить гидрокостюмы. Это вот подземный базовый лагерь так выглядит. То есть обычную палатку в виде купола смысла нет, там как бы ветра нет, поэтому они имеют такую прямоугольную форму, и натяжку закрепленную. И там видно чудо. А тут наша фотография возле этого базового лагеря. Еще одна. Вот фотография интересного человека. Корреспондент Рео Новости Кабардино-Балкарии Вот тут сфотографировался в таком интересном месте. Здесь так интересно растрескалась порода, что выглядит как будто инегалитическая кладка. Ух ты, правда. Но на самом деле это все природное происхождение. Порода действительно может так трескаться. И линии все-таки не совсем ровные, а имеют зигзагообразность. Это за водопадом уже, да? Ну, это на самом деле еще в другой пещере. Это НСФ-53, по-моему. Ну, там во многих пещерках фотографировались. Ну, это ЗИЛ-131, который вот привез детей. А это уже отъезд группы. То есть все снаряжение. Закинули в ЗИЛ и поехали. Ну, это я в ходе в СОАКА. Ну, это группы, идущие на очередное задание. Это вот СОАКА называется пещера. Вот это спуск в основной колодец. Это то же самое, но вид снеги вверх. Вот это уже, как бы, ну, окончательно, когда мы спустились вниз. Это порядка там, общая глубина где-то метров пятьдесят. Вот. И вот, как бы, ну, мы вот оттуда сверху спускались. Вот мы уже спустились. Внизу тоже небольшая речка течет. Ну, мы тогда вчетвером ходили. Все четверо. Вот. Там в дальней части пещеры, если вверх по течению пойти, там вот были найдены кости. Ну, это, типа, какое-то там древнее животное, там, то ли мастодон, то ли еще кто-то, если честно не помню. Ну, ну, они попали благодаря тому, что здесь вот пещера, как бы, заканчивается, и, ну, заканчиваются осыпи, ну, осыпания. Там, как бы, имеется колодец, ну, который на протяжении, там, тысячелетий, наверное, постепенно, вот, порода проседала, и, видимо, вот кости с поверхности попали вниз и там вот обнаружили. А мы тут, по-моему, фотографии, даже не помню, только 1-й, 2-й, когда вот отъезжатели. Ну, все. Фотография закончена. Так, E2. Это E2. Ну, так как у нас был корреспондент в РИА Новости, вот он снял видеосюжеты, с которых, в принципе, все очень так хорошо рассказывано, поэтому я просто сейчас запущу. А, что же, а звук-то тут нету, что ли? Нет, должно быть. Что-то... Будем экранку снимать. Ты, может, выложишь, постой, за руку? Нет. Массив Сарытова привлек внимание московских спелеологов. Известные в советское время Хартовые пещеры, забытые надолго лишь два года назад, вновь были отследованы местными официантами. В начале же этого года группа исследователей пещер из 16 человек приехала в Кабашна Малкарию в опасное земное путешествие. Без разгадка метает получище сардово. Отправились и мы. В подножии горы группа исследователей двигаются к непростой улазке. На руках топографические карты пещер сделаны еще в 70-е годы прошлого века. Результаты последних спусков пятилетней давности. Выбегаются ребята после небольшого инструктажа. Значит, у нас сейчас есть три группы на три маршрута. Четыре человека идут проходить пещеру НСС-53. Это сквозной карьер. Два человека идут довешивать навеску к входу в пещеру главный калибр. Там немножечко осталось поправить навесочку. И два человека. У них задача простая. Вот вместе со съемочной группой засечь координаты новой термоз пещеры НСС-75. Вот. Спасибо. Я пошел за веревку. Пещера главный калибр. Основной объект исследования. Путь сюда двигает дополнительной подготовки. Ведет спускаться по снаряжению в обрыв. А пока по лесу в пещере НСС-53 названной на честь первооткрывателей. Нальчевская секция с палеологи. Это сквозной траверь. Вертикальный спуск на 40 метров. И микрофон, выходящий прямо в конюн реки Нальчик. Санкт-Петербург, пещер НСС-53, Вертикальный спуск на 40 метров. 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 Залегание корсующихся пароль здесь не очень высот. Порядка 200-250-300 метров. Значит, и глубина пещер, залегающих на этой территории, должна быть где-то на этой глубине, вполне возможно, то есть максимально будет. Но само по себе протяжение этих пещер, ну, разломы, разломы, разломы. Значит, особых длинных пещер мы явно не можем ожидать, ну, порядка двух, трех, четырех, может быть, пяти километров. Это максимальная длина пещер, которую мы потенциально здесь ожидаем. Московские ребята, вот последних пещер, которые мы нашли и продолжают на ней ровно, достигли протяженности порядка двух с небольшим километров. Это серьезная полость, которая представляет уже категоридность определенную, и она для спортивного прохождения вполне подходит и для молодых, и для взрослых серьезных пилотов. На штурме пещеры главный калибр исследователи пустились лишь на следующий день, в 40 минут пути и опустились. Технически трудно сказать, но не самый сложный. Это вертикальный отрез, свободное пространство. Для многих это немножко вологительно, потому что спелеологи некоторые боятся высоты. Если агрофобия боятся открытого пространства для спеолога дело поправимое, то агрофобия и договор. Впрочем, среди этих ребят таких нет. Спуск со снаряжением занял не больше всего часа. И вот он долгожданный вход в народе, именуемый очком со своей формой. Пещера начинается с большого зала. Шум воды, который слышен даже на верху, здесь оглушает подводная река, с крохотом срывается вниз, обрадуя водопад. Большая предыжка, прежде чем двигаться дальше. Пещера очень зябка. Без согрева не обрадусь. Вчера лучше согревать. Пировские спеологические клубы следуют за эту пещеру 78-го года. В 2010-м было обнаружено ее продолжение, а год спустя члены клуба поднялись по 10-метровому подземному колледжу. В настоящее время известно около 3-х километров в ходу. К нежданным гостям обитатели темного царства летучие мыши интересы не проявили. Между тем, освещая фонарями темные коридоры пещеры, спеологи прибираются дальше. Оператору пришлось остановиться на отметке 600 метров. Дальше в клуб пещеры отправляются только спеологи в гидрокостюмах. Съемка идет с налогных камер. Дальше в клуб пещеры в гидрокостюмах. Дальше в клуб пещеры. Дальше в клуб пещеры в гидрокостюмах. Просто идти на анчик. Спуск был на легкий, подъем по лагерам, но много сложнее. Оно того стоит. Это чудо, это памятник природы, который за всю новую историю и его существование в десятки может быть. Для нас это огромный опыт, огромный радость, какие люди у нас сюда приезжают. И они готовы делиться опытом, знаниями, готовы помогать, учиться в них, потому что они знают больше, что-то им показывает, что они знают. И все еще и возможно, когда они у нас в республике возродились в геологическое движение полноценное. У группы исследователей в Кабарс-Набалкаре было сразу несколько задач. Это обучение новичков в команде, только 5 из 16 человек были здесь ранее. Поиск новых пещер, отбор образцов подземной фауны. Конечно же, главная цель экспедиции – пойдем в главном калибре на два ранее обнаруженных уступа и на подселка новых коридоров. В результате удалось осуществить только половину задуманного. Пещера представляет из себя пещеру-источник. Из нее вытекает большой речей, может сказать, настоящая река. Протяженность этой пещеры на данный момент известна. Вот, 2,5 километра ходов. При этом пещера продолжает вглубь, вглубь с авторитского массива. В настоящий момент прохождение пещеры остановлено технически сложным препятствием. Требуется подняться вверх по колодцу, на сходящем. Это требует специально втампу специального исходительского снаряжения. В следующем году мы приедем, мы продолжим исследование. И уверен, что у нас получится сделать новое открытие будущего. Следующая группа астреологов намеренно вернутся в Кабашнабалкарии, чтобы обследовать ряд других вещей. В частности, их заинтересовала так называемая идыкская, одна из самых крупных и малый из лучших Кабашнабалкарий. Хочу еще так остановиться на фигуре этого человека. Это вот спелеолог, значит, знальщика. Он где-то, значит, руководил группой спелеологов где-то до 90-го года. Когда, значит, развалом Советского Союза, ну, все как-то стало разваливаться. Ему, так сказать, предложили, если ты хочешь вот дальше, как бы, ну, людей обучать спелеологией, давай там платим ему деньги, типа. Ну, и как так? Учителю надо платить деньги, чтобы учить других. Ну, он, короче, просил, вот в течение нескольких лет в Кабардино-Балкарии как бы, ну, спелеологи, что ли, как бы, так, спелеологи, очень прекратились. Вот. Но уже этой осенью туда опять вот проезжали ребята сперва-спелео. Вот, и там, как говорят Иргизу, ну, в общем, опять, набралась, в общем, группа спелеологов, которые уже, так сказать, продолжат спелеологические движения в Кабардино-Балкарии. Так, ну, следующий сюжет, давайте посмотрим. Это все тоже вот Иргиз делали. Ну, вот, мы играем обрыва. За моей спиной полустой генальчик, генальчик, мы группа номер три по счету. У нас сегодня простая термозадача, это сделать смотрительный съемок, то есть более прогулочного типа задачи. Там внутри находятся два подземных базовых лагеря. Нам сказали, если нам повезет, мы дойдем до первого. То есть очень глубоко, там примерно 10 человек освещили. Сначала делать для канала, вот, приятного здесь. А это вообще как бы отдельный бортаскер. Это тут тоже опять про галку калибру трасса. Потом, как еще раз в лосадочке, вот, скажем. Это вот наклонная трасса. Она довольно крутая и поверевана. Но если там где-то где-то подсказнется, то уже тихо, что и какие-то условия. Собывай, буквально. Вот процесс, значит, главный коллег. Там же порталы, предыдущие, вот, Григорий Семеневич рассказывал, что в этом году вот приедем, будем продолжать там дальше участок главного коллега. Задача сделать топографическую съемку в одном из участков пещер. Сделать гемогидровокацию, привязку пещер к местности поверхности специальным прибором для головного излучателя. И еще одна задача сделать восхождение в одну из незерезных частей пещеры. И, видимо, дойти, постараемся найти новую часть пещеры. Рассказание георфология, микроэффективный климат, подземная биология, какие интересы не нужны. Георология подземная, ну, геология, то есть. Фактически, вот, мы сейчас с вами являемся первыми кроватьями земли, квартиры, Балгарии. Это больше не осталось, как в Балгарии, не осталось, где-то пятен, сколько подземли. Когда изучают газель, газельное пространство, мы совершаем великие кинетические эффективы. Материны мира вообще очень плохо еще и включили. Каждый год сейчас открывают новые пещеры. А всех интересных. Так что, если время великих географических открытий уже прошло, уже все открыли, то в этом время патентных открытий, ну, как бы, самое главное. С наряжением это хорошо заработало. Есть приборы, которые позволяют определять, как кустов находитесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА